Россия настаивает на том, что украинские войска должны быть выведены из Крыма без оружия. Об этом заявил начальник российского генштаба Валерий Герасимов. Это якобы результат переговоров с Министерством обороны Украины. Российская сторона также хочет, чтобы военнослужащие вместе с семьями покинули полуостров по железной дороге. Для этого уже сегодня начнут резервировать плацкартные вагоны. Впрочем, накануне в Министерстве обороны Украины заявляли, что есть другая договоренность. Войска выведут в полном составе и с вооружением. Начальник главного командного центра вооруженных сил Украины Александр Размазнин сказал, что также завершены переговоры относительно возвращения украинских кораблей, захваченных в Крыму. И просто прямо сейчас на заседание собралось правительство Украины. Присутствуют там и министры из силового блока. В здании Нагрушевского работает наш корреспондент Инна Жмут. Инна, здравствуйте. Что о выводе украинских войск говорят в стенах кабинета министров? Какая у вас есть информация? Добрый день, Алексей. Сегодня днем состоялась пресс-конференция заместителя министра обороны Леонида Полякова. Так вот, он настаивает, что никакой договоренности с Российской Федерацией о том, чтобы наши военные передислоцируются на материковую часть без оружия, нет. Также он сказал, что все-таки Украина рассчитывает договориться с Россией, чтобы мы забрали свое оружие на материковую часть. Если же нет, то министерство обороны готовится предоставить России счет за то имущество, которое они у нас, скажем так, отберут. На сегодняшний день, по словам Леонида Полякова, уже ущерб оценивается в 18 миллиардов гривен. Поляков подчеркнул, что это еще, похоже, не предел. Что касается тех кораблей, которые захватили уже российские, скажем так, оккупанты, то сегодня прозвучал от журналистов вопрос Леонида Полякова, почему украинские военные, скажем так, не затопили корабли для того, чтобы они не достались российским военным служащим. Так вот, Леонид Поляков ответил, что это было сделать невозможно, потому что было бы это расценено как порча государственного имущества, потому что у нас в стране не введено военное положение. И вот, собственно, именно в этом и причина студия. Инна, у меня есть еще один вопрос. К нам поступает информация, что сегодняшнее заседание Кабмина достаточно необычное, проходило оно в присутствии представителей Евросоюза. Если это так, то кем был представлен Евросоюз и какие вопросы поднимались? Да, это действительно так. Сегодня было расширенное заседание Кабинета Министров, присутствовали все министры, присутствовал, безусловно, премьер, министр Арсений Яценюк, и были также еврокомиссары. Это Штефан Фюли и Януш Левандовский. Почему, собственно, приехали в Украину? Для того, чтобы проконсультироваться по поводу дальнейшей работы с Украиной и по поводу подписания второй части соглашения, в частности, экономической. Арсений Яценюк подчеркнул, что правительство разработало пакет инициатив, согласно которым нам удастся в скором будущем подписать безвизовый режим с Европейским Союзом. Он сказал, что уже до конца этого года украинцы якобы смогут получить биометрические паспорта. Еврокомиссары действительно подчеркнули, что времени у Украины на какие-то раздумья действительно нет, нужно сотрудничать и работать очень плодотворно, и вот что, собственно, сказал Януш Левандовский. Далее прошу прямую речь. После встреч с министрами финансов и представителями Центробанка я хорошо понимаю, что нужно Украине сейчас. Европейцы сейчас должны предпринять экстраординарные ускоренные процедуры для макроэкономической помощи в рамках политики соседства уже в этом году. Такова наша цель. Мы хорошо понимаем, что у правительства Яценюка сейчас не медовый месяц. Поэтому нужно поторопиться с действиями, чтобы этой прекрасной стране поступила помощь от европейского лагеря. Украинское правительство вместе с еврокомиссарами совещалось очень долго за закрытыми дверями. Буквально 15 минут назад Арсений Яценюк со Штефаном Фиулей и Янушем Левандовским вышли на пресс-конференцию к журналистам. Могу отметить, что пришли они в очень хорошем настроении. Первым делом, что сказал Арсений Яценюк, нам якобы удалось договориться о большой помощи для Украины. В частности, речь идет о миллиарде 600 миллионов долларов, куб 1 миллиарде 600 миллионов европомощи. Также Арсений Яценюк подчеркнул, что разговаривали с еврокомиссарами о том, что Украина в скором будущем, возможно, сможет получать газ от Европейского Союза, что будет на 100 долларов дороже, чем тот газ, который мы сейчас получаем от России. Еще раз напомнил о том, что пакет инициатив они разработали с правительством для того, чтобы в скором времени у Украины был, в частности, отменен визовый режим с Европейским Союзом. И вот, собственно, все, что можно сказать на эту секунду. Все подробнее мы уже расскажем в дальнейших выпусках. Студия. Спасибо, Иенна. Надеюсь, что все-таки этот газ будет немного дешевле, чем те цены, которые называют сейчас нам Россия, по которым она готова продавать нам газ после Крымского кризиса. Спасибо, коллега, за работу. Это была Инна Жмут. Она присутствовала на заседании украинского правительства и сообщила нам последние новости из кабинета министров.